Итак, дамы и господа, я прекрасно понимаю, что на самом деле не сказал вам сегодня ничего нового. И все мудрецы прошлого всегда говорили одни и те же слова, а когда они писали, то всегда получалась одна и та же книга. Маэстро, будьте добры, нарисуйте нам заснеженную цепочку гималайских гор. Прекрасно. Какой замечательный вид. Вы не находите? И чтобы они, эти мудрецы, прошлого не делали, они всегда передавали, как вы знаете, один и тот же сигнал, повторяемый, правда, на разных языках, с использованием метафор времени и исторических эпох, в которых они жили. Но сигнал всегда был один и тот же. Отключите мыслительный процесс, выйдите из собственной роли и посмотрите на нее со стороны. Остановите на мгновение игру, в которую так вовлечены. Выключите хотя бы на мгновение свой внутренний телевизор или сядьте на мое место и посмотрите на изумительный талант этого грандиозного актера или актрисы с такой варварской предельностью погруженных в фатальный абсурд своих жизней. И вы ухохочетесь до коликов или ульетесь слезами над трогательной глупостью главных действующих лиц, опьяненных мельканием цифр во вращающихся рулетках глаз, зашоренных и загнанных ежедневными скачками и не видящих ни того, что творят, ни того, на ком скачут в погоне за успехом, счастьем и устроенной старостью. Да. Все мудрецы прошлого всегда говорили одни и те же слова, а когда они писали, то всегда получалась одна и та же книга. И в мгновение сосредоточенной тишины, а такие, я уверен, время от времени прокалывают ткань жизни любого из нас, обезоруживающий наив этих посланий потрясает наши сердца снова и снова, в каком бы столетии они ни были написаны. Не говорите, что я скоро уйду, ибо и сегодня я все еще прихожу. Глубже всмотритесь, ведь я прихожу каждый миг, чтобы почкою стать на весеннем побеге, чтобы гусеницей быть в сердцевине цветка или золотом желтым, что хранит себя в камне. Я прихожу, чтоб рыдать и смеяться, чтоб испытывать боль и лелеять надежду в моем сердце и смерть, и рождение всего, что живет. Я комарик, возникший из куколки на речной глади, и я же птичка с хрупкими крыльями, что прилетает по весне и съедает эту мошку. Я улыбчивая лягушка, радостно плавающая в чистой воде пруда, и я же угрюмая змея, медленно подплывающая к ней. Я ребенок Уганды, кожа до кости, мои ноги тонки, как побеги бамбука, и я же торговец оружием, продающий Уганде смерть. Я маленькая девочка из забытой деревни, меня изнасиловал и убил какой-то солдат, и я же этот солдат, и сердце мое все еще не способно понимать и любить. Я глава огромной страны, в моих руках сосредоточена сила, и я же простая мать маленькой страны, над которой так легко проводить атомные эксперименты, и я же ее мальчик, рожденный уродом, который будет медленно умирать от облучения. Радость моя, подобно весне, с ее приходом распускаются цветы на всех тропинках жизни. Боль моя, подобно реке слез, переполняющей все четыре океана, не говорите, что вы завтра уйдете. Ибо и сегодня вы все еще приходите. Зовите себя своими истинными именами. И тогда мир услышит ваш рев и ваш смех. И тогда он увидит, что его боль и радость одно. Зовите себя своими истинными именами. И тогда врата людских сердец, врата сострадания ко всему, что вокруг, будут открыты. Всегда. И если волосы на ваших руках, дорогие мои, сейчас вздыбились, и вы понимаете, что всю сегодняшнюю историю смотрели только на себя самих, и что других актеров в этом театре просто нет, и что всегда, куда бы мы ни смотрели, мы видим только самих себя, и мир всегда отзеркаливает нам только то, на что мы искренне молимся, тогда ваши благодарные аплодисменты этому первоклассному артисту. Фрэнки Шоу на Сильвер Рейн Радио Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова